Ученые Казанского федерального университета первыми в мире раскрыли влияние мицелл на гидратообразование. Исследование выполнено в рамках грантовой поддержки Российского фонда фундаментальных исследований ресурсы Арктики. В чем уникальность исследования, выяснил наш корреспондент. Существует такой класс химических соединений, которые называются поверхностно-активные вещества, по-другому ПАВ. Эти соединения используются, например, в косметологии и бытовой химии. Так, при определенной концентрации в растворе ПАВ объединяются в большие группы, состоящие из нескольких молекул. То есть мицеллы – это микрочастицы, которые образуются в растворе поверхностно-активных веществ. Ранее исследования российских и зарубежных ученых показали, что это образование мицелл только ускоряет процесс гидратообразования. И вот эти молекулы, которые могут образовывать мицеллы, их, значит, решили использовать для того, чтобы, наоборот, стимулировать процессы образования газовых гидратов. Это твердые вещества, в которых газ в воде, значит, содержится. Исследования казанских ученых на основе нового класса соединений водорастворимого полиуретана показали, что, наоборот, образование мицелл позволяет сдерживать процесс гидратообразования. Отметим для ясности, многие компоненты природного газа в соединении с водой образуют газовые гидраты. Это твердые кристаллические вещества, которые напоминают спрессованный снег. Это важно, когда мы работаем с нефтегазовыми месторождениями на крайнем севере, в Арктике. Там очень суровые условия, и при этих условиях, при добыче, могут образовываться эти газовые гидраты и блокировать, значит, скважины, блокировать трубопроводы, что может приводить к аварийным ситуациям, к выбросу и разрушению, значит, соответственно, вот этих транспортировочных узлов. И это очень сильно влияет на экологию. Работу ученых приоритетного направления «Эко-нефть» опубликовали в высокорейтинговом журнале «Chemical Engineering Journal». В Казани, в КФУ, у нас есть лаборатория газовых гидратов, которая оснащена очень серьезным современным оборудованием. На нем мы проводили, значит, экспериментальные исследования. Также в ходе этой работы у нас были партнеры из Ирана и из Германии, которые нам также помогли сделать именно теоретическую часть, расчетную часть. В дальнейшем на основе имеющихся находок ученые КФУ будут использовать процесс метелообразования для получения новых классов реагентов. Это фундаментальная работа, которая представляет интерес не только для Казанского университета, но и для всего мирового сообщества в области этих исследований. Джимми Небаева, Александр Кузнецов, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова